В этом дворе никто не играет. От площадки осталось всего две песочницы. И те без песка. Многоэтажка на улице Мировщекине заселилась почти полвека назад. Тогда, по словам жителей, двор был и с качелями, и с лестницей, и даже с теннисным столом. Теперь не только негде отдохнуть, но и машину поставить некуда. В советские времена автомобилей было немного. Сейчас почти у каждой семьи. Вот и паркуется, где попало. Подъедешь иной раз, и поставить негде. И все, тоже переживаем и нервничаем. Сейчас не все же ставят у гаража машины. Поэтому около каждого дома, ну и везде. Сейчас уже это как за правило, чтобы около дома были парковочные места. Так как у нас дети разных возрастов, от нуля до 13 лет, мы хотим видеть как и для маленьких детей площадку, качели, лесенку, горочки, и так и элементы спортивного. Люди написали коллективное письмо губернатору Алексею Дюмину. Жалобу рассмотрели на оперативном совещании в областном правительстве. Глава региона поручил местным властям проблему решить. В кратчайшие стройки найти возможности привести территорию в порядок. А фонду перспективы выехать на место и посмотреть целесообразность и необходимость установки детского городка. Уже на встрече главы администрации Щекинского района с жителями пятиэтажки, люди рассказали, каким бы они хотели видеть свой двор и придомовую территорию. Предварительный эскиз им показали, но жители могут внести свои предложения. С их учетом и будет составлен проект и смета. Будут у нас здесь дополнительные парковочные карманы. В каком виде будет здесь стоять бордюрный камень? Это должно быть решение вас, как собственников. Часть расходов возьмет на себя фонд развития перспектива. Он создан по инициативе губернатора. Одно из направлений работы фонда – поддерживать и помогать благоустраивать, в том числе и детские площадки. Мы надеемся, что этот комплекс впишется и этот комплекс, можно даже сказать, будет началом такого комплексного благоустройства, который каждый двор, каждый житель Тульской области действительно достоин. Щекинцы обещали за несколько дней определиться с вариантом оформления и сразу же начнутся работы. Двор и придомовую территорию на улице Мира должны привести в порядок до конца месяца. Светлана Дементьева, Роман Тюкин, Первый Тульский.